Вы знаете, что у нас в приват-продукте есть такой инструмент, на платформе есть такой инструмент, который называется «Источники трафика». Это тогда, когда вы можете посчитать эффективность вашего канала трафика. Вы можете посчитать эффективность любого вам Instagram, какая-то обычная реклама, телереклама, еще как. То есть неважно. То есть вы можете посчитать, оцифровать абсолютно любой канал трафика. И среди всех источников трафика есть такой трафик UTS App. То есть это трафик платформы. То есть если у вас есть консоль, если вы предприниматель, вы можете сейчас зайти в «Источники трафика» и посмотреть. UTS App – это трафик платформы. То есть мы показываем, какое количество клиентов привела платформа. То есть это не ваши усилия, это не усилия ваших людей, которые делают рекомендации. Это просто те люди, которые были на платформе, они увидели ваш бизнес и просто присоединились и начали делать покупки. То есть вы можете посмотреть, какое количество клиентов присоединилось, какое количество клиентов купило и на какую сумму эти клиенты купили. Понятно, что там можно посмотреть в разрезе каждого клиента, его там средний чек, LTV и так далее. В последнее время на форумах предприниматели начали показывать вот этот источник трафика. Они говорят, вот UTS App, платформа нам привела такое количество клиентов. Значит, я попросил департамент продукта, чтобы они мне скинули несколько вариантов, несколько кейсов их клиентов с вот этим источником трафика. То есть посмотреть, какое количество клиентов привела платформа в бизнес. Я сегодня подобрал подборку. Мне пришло очень много, очень много результатов. Я, значит, выбирал, то есть если бы все мы с вами сейчас загрузили, то мы бы с вами, я не знаю, до конца вечера, до конца дня сидели бы и перебирали эти варианты. Я хочу вам показать, ну, те, которые я отобрал. Ну, например, магазин женской одежды. Мы видим источник трафика UTS App. Значит, это говорит о том, что клиенты 258. То есть из платформы пришло 258 клиентов. То есть сам факт нахождения предпринимателя на платформе, вот конкретно этого предпринимателя, платформа дала им 258 клиентов. Из них совершили покупку 132 человека. И общий оборот по этому источнику трафика состоял почти 600 тысяч рублей. Еще раз, клиент находится на платформе, он платит там 30 долларов в месяц, это там 2 тысячи рублей, 2 с лишним тысячи рублей. Каждый месяц 2 с лишним тысячи рублей клиент платит, но платформа дала ему сегодня оборот уже 600 тысяч рублей. Я не знаю, может, на лист этого бизнеса, но вы понимаете, что уже сегодня сам факт нахождения платформы окупает ту абонентскую плату, которую платит клиент за то, что он находится. Идем дальше. Это мы с вами только-только начали. Сейчас следующее. Что у нас дальше? Следующее, например, сеть автомоек. Та же самая история. Источник трафика в Биосап, то есть то количество клиентов, которые пришли по рекомендации, совершили покупку 183, оборот 700 тысяч. То есть это сеть автомоек. Вот в эту сеть автомоек на эти мойки от платформы приехало такое количество человек и сделали такой оборот. Идем дальше. Также тоже интересный кейс. Это наш клиент из Объединенных Арабских Эмират. Доставка овощей и фруктов. Значит, 30 дней использования. То есть они только появились на платформе буквально месяц. И за это время только сама платформа нагенерила трафика и оборота на почти 42 тысячи рублей. Идем дальше. Ресторан в Украине 800 тысяч рублей нагенерила платформа. Сфера косметика 763 тысячи. Автосервис 853 тысячи. Салон красоты 945 тысяч рублей нагенерила оборот с платформы. Затем ювелирный магазин 866 тысяч рублей в Украине. Детская обувь, магазин детской обуви 1 миллион 400. Банный комплекс, я так понимаю, это в Самаре. Значит, оборот 1 миллион 200 почти. Сфера массаж, это услуги, 1100. Пришло клиентов с платформы. Магазин двери и потолков 1 миллион 772. Медцентр, медицинский центр, платформа нагенерила 4 миллиона 400 тысяч. Еще раз, ребята. То есть это, вот эта сумма 4 миллиона 400 тысяч, это клиенты, которые уже были на платформе. И когда появился этот клиент, наш предприниматель, эти люди к нему пришли. То есть на сегодняшний день уже 12,5 миллионов аудиторий, которые есть у нас пользователи, они уже сегодня генерят очень хороший оборот тем предпринимателям, которые на платформе есть. Это о чем говорит? Это говорит о том, что через некоторое время, пройдет некоторое время, и мы с вами можем просто приходить предприниматели и говорить, что смотри, вот здесь, вот в этом приложении, на сегодняшний день там 15 миллионов, 20 миллионов пользователей аудитории. Это огромная аудитория, которая сегодня хочет пойти и покупать. То есть она хочет покупать, она хочет получать бонусы и так далее. Тебе нужно просто здесь быть, и это вопрос 30 долларов в месяц. Тебе нужно находиться на этой платформе. Что мы с вами видим дальше? Вот там 3 миллиона, это стоматология. Что у нас там? Ресторан в Саратове 8,5 миллионов. 8,5 миллионов оборот нагенерила платформа. Клиент платит 30 долларов в месяц. Платформа дала обороты 8,5 миллионов. Затем кафе 3,6 миллиона. Магазин техники Apple, Xiaomi, Samsung почти 7 миллионов оборотов. Магазин нижнего белья 8,3 миллиона оборотов. ПАП заведения 12,6 миллиона. То, что нагенерила платформа. Супермаркет в Саратове 16 миллионов. То, что дала платформа. Тоже магазин техники Apple, 18 миллионов. Сфера курорт и здоровье 26 миллионов. И вот самый-самый большой результат, который я нашел, это 44 миллиона. То есть 44 миллиона рублей нагенерила платформа одному из клиентов. Еще раз. Сам факт нахождения клиента на платформе уже дает ему сегодня клиентов, которые приходят, покупают и предприниматели таким образом зарабатывают деньги. И, как вы видите, вот в этом кейсе, то есть те кейсы, которые я перечислил уже практически, ну, все, наверное, предприниматели, они за счет платформы окупают вот эти 30 долларов. То есть ты пришел на платформу, платформа дает тебе клиентов, за счет которых ты окупаешь 30 долларов ежемесячный платеж в сторону софта. Я думаю, что это, наверное, отличное предложение, которое мы сегодня на рынке делаем. И смотрите, мы сейчас идем в то, что мы увеличиваем количество пользователей. Мы сейчас активно над этим работаем. Внутри компании сейчас, команда разработки, она занята также настройкой инструментов для того, чтобы продавать трафик. То есть для того, чтобы сделать трафик эффективным, для того, чтобы вот этот пользовательский опыт тех людей, которые скажут, что мобильное приложение, он становился все лучше и лучше. Потому что чем больше будет, чем лучше будет опыт пользователя приложения, тем эффективнее будет взаимодействие его с предпринимателем. И тем лучше будет предприниматель. То есть сейчас в компании делается очень много для того, чтобы мы с вами, ну, вот здесь и сейчас уже начали расти экспоненциально, экспоненциально действовать. Если мы с вами раньше продавали просто софт, то сейчас еще подъезжает такая возможность продавать трафик. И, ну, то есть это то, что будет очень хорошо нас усиливать. И это то, что добавит еще больше к нам клиентов. И еще очень важный момент, который, ну, скажем так, я осознал то, что когда я смотрел кейсы наших предпринимателей на форумах, я осознал еще такой момент. Смотрите, мы занимаемся развитием платформы. То есть еще раз, UDS – это платформа, и задача любой платформы – это соединять две аудитории. То есть, например, задача Uber – соединять таксистов и их клиентов. Задача Airbnb – соединять тех, у кого есть жилье, с теми, кто хочет это жилье арендовать. И, значит, проблема вообще абсолютно любой платформы, проблема любой платформы – это задача номер один вообще для любой платформы. Это вот эти две аудитории, чтобы, ну, сделать так, чтобы внутри платформы возникла экономика, чтобы эти аудитории взаимодействовали. Это самый сложный момент, который вообще есть на платформе, потому что, я думаю, что, ну, вы знаете, что очень много платформ на самом деле выходило на рынок, и мы знаем, ну, не знаю, ничтожнейший процент, которые выжили, которые там справились с задачами, которые перед ними стояли, и мы эти платформы всего не знаем. Еще раз, самая большая задача – это создать вот этот баланс аудитории для того, чтобы в платформе создалась органическая экономика. Ну, например, если мы будем с вами создавать платформу для такси, то нам нужно и таксистов привезти, и пользователей. Например, мы начинаем приводить таксистов, мы привели много таксистов на платформу, но таксисты скажут, нет клиентов, нам здесь неинтересно, нам нечего делать, потому что у нас никто заявки не принимает. Они могут уйти. Если мы на платформу приведем в начале пользователей, то они скажут, нет таксистов, то есть я захожу в приложение, а ни одной машины нет, или я жду машину там 40 минут, нет, мне это не устраивает. То есть вы понимаете, да, вот эту сложность, то есть нужно две аудитории делать так, чтобы постоянно они росли, и между ними была органическая экономика, внутри платформы была органическая экономика. Вот, на мой взгляд, мы вот этот процесс тяжелого становления, мы его прошли. То есть сегодня на платформе есть уже экономика внутренняя, и она развивается органически. И вот те слайды, которые я приводил до, это как раз-таки прямое доказательство, что на платформе начала работать экономика. То есть аудитории начали взаимодействовать уже, в принципе, без каких-то наших вмешательств. То есть есть предприниматели, которые пользуются софтом, есть пользователи, которые скачали приложение, и они начинают уже взаимодействовать, они начинают себя находить. Все, вот теперь, вот после вот этого, то есть вот этого момента, это такая, скажем, отсечка в продукте, после которого продукт обычно взлетает по экспоненте. Я думаю, что вы сами сейчас это ощущаете, вы сами это чувствуете, что, ну вот буквально еще чуть-чуть, и будет вот этот вот слет в количестве и клиентов, который опять подтянет количество пользователей. Если пользователи выросли, они опять пока подтягивают количество клиентов и так далее. И это все уже начинает идти органически. Наша задача просто делать все лучше и лучше инструмента, чтобы этот опыт пользовательский и клиентский опыт был все лучше и лучше, все эффективен. Вот на каком этапе мы сейчас с вами находимся. Вот, то есть это вот тот фундамент, на котором мы с вами стоим двумя ногами. Твердый, прочный фундамент продукта, с которым мы с вами сегодня работаем. Продукт, который сегодня действительно интересен рынку. И вот здесь я написал, что сегодня, то есть если говорить о нашей нише и о нашей, ну так скажем, о нашей самой лучшей компетенции, помимо того, что мы программа лояльности, да, под ключ, помимо того, что мы платформа, мы сегодня еще с вами номер один платформа по оффлайн кэшбэку. То есть сегодня есть платформы по онлайн кэшбэку, их много. То есть вы зайдите там в App Store или там вбейте в поисковике кэшбэк онлайн, и вам будет очень много там сайтов, которые занимаются онлайн кэшбэком. Но сегодня вообще практически нет тех, кто занимался бы оффлайн кэшбэком. Что такое оффлайн? Когда я прихожу в магазины, которые находятся, ну то есть оффлайн, и я там получаю кэшбэк. То есть такого вообще продукта, такого софта сегодня, не знаю, может быть он есть, но мы сегодня точно номер один платформа по кэшбэку оффлайну. Мы точно номер один в СНГ. Я не знаю, я не смотрел весь мир, то есть надо посмотреть Европу, Азию, надо посмотреть Америку. Но вот сейчас вот поверхностно посмотреть сегодня нет такого абсолютного решения. И это наше сегодня, наверное, одно из самых сильных УТП. Мы номер один платформа по кэшбэку оффлайн. И сегодня, скажу так, последние новости из корпоративного мира, крупного корпоративного мира. Сейчас крупные гиганты, они об этом думают. То есть они думают о том, что они оцифровали онлайн кэшбэк, они уже понимают, как это делать. В каждом абсолютном банке, у каждой крупной корпорации есть свои там несколько сервисов онлайн. Но нет оффлайн, потому что это очень сложный, трудоемкий процесс. И, скорее всего, обычные модели продвижения, они не работают в этой сфере. Вот именно наша модель продвижения, как мы работаем через партнерскую программу, она нам и позволяет делать оффлайн бизнес, потому что, ну, партнерская программа, большое количество увлеченных партнеров, и это нам позволяет доходить до клиента и с ним разговаривать и объяснять ему преимущество нахождения на этой платформе. Вот, то есть сейчас вот как будто такое ощущение, что это мои наблюдения, которые меня посетили в апреле, когда я ездил на форумы, смотрел форумы и так далее. То, что мы сегодня с вами, вот, как бы вот все сейчас складывается, все звезды складываются к тому, чтобы вот сейчас уже начал этот рост по экспоненте. Значит, вот такие вот хорошие, интересные, приятные наблюдения. Затем...